Всем привет ребята, с вами как обычно я Ламберт, это новый видеоролик на моём канале. Как вы все знаете, недавно вышло хэллоуинское обновление на Блэк Раше, и люди начали заниматься более интересными вещами на сервере. И в этом видеоролике, ребята, я буду сидеть за игроками Блэк Раше в 6 часов утра. Кстати, вот и победитель прошлого конкурса на 200 рублей доната на любом сервере Блэк Раше, и чтобы забрать сюрприз, обязательно отпиши мне в ВК на протяжении 24 часа. Если чё, я играю на таком крампе мобайл проекте под названием Блэк Раше, а если ты хочешь играть вместе со мной, то ссылка на скачивание лаунчера будет в описании под этим видеороликом. А также на пулсервере Блэк Раше существует мой промокод под названием решуточка Ламберт, который даст вам немалые такие бонусы при старте игры, так что обязательно вводите мой промокод. Ну а давайте я не буду долго тянуть, и желаю вам приятного просмотра. Так, 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 всем здорова, ребята, вот я уже нахожусь на сервере, сейчас время у нас почти что 6 часов утра, а на сервере, ребята, у нас онлайн, атак, тап, и у нас, ребята, онлайн 640 игроков, вот сверху справа написано. И, кстати, я заметил, что у нас тап изменён, он стал более таким понятным, вы, наверное, помните, когда был старый тап, то он двигался и не понимал, типа, за кем я слежу и так далее. Вот, а так, сейчас тап очень удобный и довольно-таки красивый. Давайте, ребята, начнём следить за игроками, следим за 20-м айдишником, это у нас Сергей Оснецкий какой-то, он сейчас играет у нас в мини-игру, которую только недавно добавили, это мини-игра Мёртвая Рука. И в прошлом видеоролике в эту мини-игру я играл за роль маньяка, если вы не смотрели этот видеоролик, то обязательно посмотрите. Так, он сейчас просто ходит, я не знаю, типа, я не могу повернуть камерой назад, потому что он ходит, и из-за этого я не могу повернуть камерой назад и посмотреть, от кого он убегает. Или он просто ходит, или убегает, я не знаю. Так, там есть маньяк сзади или нет? А, да, смотрите, сзади маньяк, вон там вот маньяк бежит, я его только что заметил краем глаза. Так, во, маньяк, видите, вон там вот, ребят, маньяк, он гонится за другим игроком, и этот Сергей, чтобы не попасться к этому маньяку, он убегает. 25-й айдишник, это у нас Ловали Бах... Так, кто это? Ловали Бахтияров, да? А, всё, понял. У него, кстати, этот, скин этого, как это, Джейсона, маньяка, и вот такие вот классные аксессуары, кстати. И, кстати, ребята, извиняюсь, что я так часто запинусь, потому что я всё записываю с первого кадра. И такое у меня часто бывает, что я записываюсь, ой, точнее, запинываюсь и путаюсь словами. Так, тут у нас какой-то Андрей Низимов, ой, Низамов, точнее, он у нас работает на заводе. И, кстати, ребята, я заметил, что после появления, так скажем, новых мини-игр, у всех почти что, у каждого второго игрока есть новые аксессуары. Это, например, голова дьявола, там чёрная, красная, плюс ещё всякие аксессуары и так далее. Это, конечно, плохо, с одной стороны, потому что почти у всех игроков есть аксессуары, а раньше вот эти вот те самые аксессуары, ребята, ценились. Например, особенно в игре, точнее, в мини-игре Мёртвая Рука, там, открывая сундуки, можно выбивать аксессуары. Там чаще всего выбиваются аксессуары хоккейной маски. Например, вот у этого игрока, у Ли, хоккейная маска. И эта хоккейная маска раньше, так скажем, дорого стоила, она очень ценилась. И я сейчас не знаю, сколько она стоит, потому что сейчас вот эти вот те самые хоккейные маски очень легко заполучить. Просто открыть сундуки в новой мини-игре, в мини-игре, и вы получите хоккейную маску. И вы, наверное, сами же заметили, что у меня тоже есть хоккейная маска. В начале видеоролика вы, скорее всего, должны были заметить. Так, у нас тут какой-то Арсен, Арсен с гор, кстати, меня тоже зовут Арсен. Так, он у нас просто стоял в Деревне Мёртвых. Тут у нас какой-то проедик, он сейчас катается, точнее, выезжает с АЗС-ки. И сейчас куда-то едет. Но я не знаю, куда он едет, и следим дальше. 41-й Ди. Так, 41-й Ди, это у нас, ребята, какой-то автобусник, он работяга, работает. Это у нас Дамир. Зарабатывает, скорее всего, да, зарабатывает, или выполняет квест, не знаю. 42-й Ди, 42-й Ди, это у нас Данил Ковров. Он у нас сейчас стоит в больнице рядом с врачами, не знаем, что он делает. Он просто сейчас стоит и смотрит на стену. 43-й Ди, это у нас Макс... Чё? Почему лагает? А, это у нас Макс Маскалец. Макс Макс... А, нет, Макс Маскалец, он, походу, только что в игру зашёл, походу. И я его словил тайминг. Так. Тут у нас какой-то Игнат. Он у нас на авторынке стоит. Так, какой-то Матвей Поликов, он, походу... А, он тоже, кстати, около авторынка стоит. А, нет, СТОшки, около СТОшки. Какой ещё авторынок? Походу, они сейчас собираются чинить машины. Этот Матвей, походу, это у нас механик в СТО. И, кстати, вот такая вот БМВ с такими заниженными колёсами и вот такими вот обваленными. Очень так фигово смотрится, я вам так скажу. Не знаю, как людям нравятся такие колёса, которые прям обваленные. Мне лично самому не нравится. Так, Лёха Далаев какой-то катается на Lada West SV Cross. И, кстати, Lada West SV Cross тоже неплохая машина, я вам так скажу. Вот, идём дальше. 51 ID, это у нас какой-то бомб ББ. Он сейчас катается на БМВшке. Кстати, посмотрите, какие номера на БМВ. Довольно-таки элитные. Ну, не прям, конечно, но цифры совпадают. 54 ID. 54 ID у нас Артём Ноев. Он у нас стоит во ФК уже 2 минуты около Охотника. 55-й. 55-й. Вадим Анбу. Вадим Анбу. 60 ID. Это у нас Денис Мартынов. Он у нас сейчас катается на своём Мерседесе. И, кстати, он едет по полям. Да, он едет по полям. И сейчас, походу, он заехал сюда, чтобы заправиться. Заехал сюда, чтобы заправиться. Так. И, кстати, по поводу аксессуаров я вам так скажу, что... Не знаю, разработчики зачем это сделали. Наверное, ну, не знаю. Мне так кажется, что они портят эту экономику. Потому что уже все аксессуары начинают не цениться. Не цениться, точнее. Но я надеюсь, что после... После того, как уберут вот эти вот хэллоуин... Вот это вот хэллоуинское обновление. Вот эти мини-игры. То я надеюсь, что вот эти вот аксессуары заново начнут цениться. Вот. А так, скины новые тоже, хэллоуинские, они тоже не ценятся. Не знаю почему. И, кстати, мне интересно, вот эти вот скины, там, Бэтмобиль. Вот это все... Вот это все уберут в обновлении или как? Например, люди, которые купили Бэтмобиль. Да не, не должны пойти убирать. Потому что люди же не зря тратят 7 тысяч рублей доната. Ну, не для того, чтобы там... Чтобы потом просто удалить игру. Это еще просто удалить Бэтмобиль. Скорее всего, Бэтмобиль не должны удалять. Просто уберут с донатой и все. А потом уже Бэтмобиль будет... Точнее, будет дороже в цене, я вам так скажу. Так, у нас тут какой-то Дима. Он у нас стоит около Деревни Мертвых. Так. Сейчас он, скорее всего, оффнется, да? Походу. Или нет, не оффнется. А, все, оффнулся. Понял. Так, идем дальше. Семьдесят пятая иди. Так. Вася Джуси. Вася Джуси. Вася Джуси, да? Он сейчас выполняет квесты. Тоже, походу, новичок. Но у него на руках 2000. Он, походу, нескольких квестов уже выполнил. Но тоже, в принципе, новичок, который только начал играть на Блэк Раше. О, смотрите. Что за суета тут творится? Смотрите. Посмотрите туда, сколько машин там собралось. В круг. Надо, кстати, как-нибудь потом туда телепортироваться после съемки. Или сейчас? Не, сейчас не вариант. Лучше после съемки туда телепортироваться и посмотреть, что творится. Не знаю, что там творится. Там машины, толпа машин собралась. Так, семьдесят седьмой иди. Это у нас какой-то, так, Блэк Раша Топ. Тоже ник такой. Он у нас со своим другом или, наверное, не знаю, с кем. Семьдесят восьмой иди. Это у нас Денин, Денис Рубанников. Рубанников, да? Или Рубанков, или кто-то. Он, кстати, продает свой скин на авторынке. Люди же обычно должны продавать машину на авторынке, а он продает свой скин. Восемьдесят айди. Это у нас врач Александр Загин. Кто это? Александр, так. Кто? Александр Загинайка, или как там? Он, короче, он у нас врач. Главврач, походу, или заместитель. Не знаю. Но, скорее всего, старший состав. Знаю только, что он старший состав. Так, тут у нас какой-то Дмитрий. Дмитрий Виценте. Да, он у нас работает механиком в СТОшке и чинит машину. Точнее, тюнингует. Восемьдесят айди. Это у нас Андрей Андреевич. Он у нас играет в казино. Не знаю, сольет ли он бабки или нет. Но мы надеемся, он поднимет бабки и выйдет богатым из этого казино. Восемьдесят айди это у нас Гоша Силь... Чё? Гоша как? Гоша Сильвевич, да? Гоша Сильвевич. Опа, смотрите, ребят. Он на майбах. И еще посмотрите на номера. Смотрите, какие элитные номера. X444 XX. Не знаю, сколько такие номера стоят, но они прям очень дорого стоят на сервере. Так, у нас Андрей Граф, подписчик Максима Графа. Вы, наверное, знаете такого ютубера, Максим Граф. И Андрей Граф, это его подписчик, походу. Он работает дальнобойщиком. Тоже работяга. Так, девяносто айди. Почти до сотого айди мы дошли. Артемич Головка какой-то. Вот, не знаю. Ну, наверное, ребята, на этом все. Наверное, мы будем, точнее, заканчивать уже следить за игроками. Потому что особо такого интересного на сервере я ничего пока, ребята, не заметил. Вот. А, смотрите, что тут? Смотрите, что за суета. Только сказал, что интересного ничего нет. А тут какой-то ОПГшник взял и подрезал нашего дальнобойщика. И был бы я полноценным админом, я наказал бы вот этого игрока за помеху. Или просто взял бы и кикнул бы. Ну, не знаю. Наверное, там другие правила. Но как-то неправильно поступил вот этот вот ОПГшник. И просто взяв и помешав работе дальнобойщика. Он дальше поехал. Дальше поехал руинить работу других игроков. Вот. А вот этот вот наш Руслан, бедный дальнобойщик, остался без груза. Так. Особо, ребята, интересного пока что нет. Вот. Давайте, ребята. И тем более видеоролик уже длится 10 минут. И, ребята, все. Если вам этот видеоролик понравился, ребята, то обязательно поставьте лайк на этот видеоролик. И подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. Ну, а с вами был Алимберт. Ребят, всем удачи. И до скорых встреч. Увидимся в следующем видеоролике.